Привет, привет, привет. Ну, какой уж есть привет Казахстану. Настроение сегодня лучше, чем вчера, без Юли. Да, ни с кем не в отношениях, одиночка, совершенно свободный парень. Привет передаю Веронике. О, привет Дагестан. Дагестан, привет. В последнее время много связано с Дагестаном, поэтому Дагестан, привет, привет, привет. Привет, привет, привет. Вике тоже привет, большущий. Спасибо большое. О, Питер, любимый, привет. Блин, так скучаю по Питеру. Ебошный кастинг. С радостью бы приехал в Дагестан в гости, особенно в Ратульский район. Валер, мне тут, короче, с Дагестана привет передают. Достаточно. Я говорю, с Дагестана мне тут привет в прямом эфире передают. И теперь это уже не ты. Тоже передавай. Я передаю, конечно, привет. Хочу, да, хочу приехать, побывать там. Финку тоже надо бы съездить. Я вообще много где хочу побывать. Привет. День, Юля, отстой, вчера. Ничего не понял. Да, я на доме. Валер Фанна Дагестана, походу. Ну, он такое любит. Всякое такое. Все, что касается Кавказа, все он любит. В последнее время я начал любить. Да, картинка не меняется. У меня здесь излюбленное место, где мне очень удобно лежать и вести прямой эфир. У меня будут красивые детишки. Спасибо. У меня уже сынули есть очень красивые. Напиши. 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 Давай приезжай у нас с Даги веселой. Женя у тебя сразу. Да, я знаю, есть одна девушка даже, которая мне очень нравится. Из Дагестана. Жаль, что они часто судьбы умирали. Нет, не жаль. Кстати, говорят, что брак не разрешен между русскими и мусульманами, но в смысле же между русскими и дагестанцами и вообще в принципе между Россией и Кавказом. Но такие браки есть и даже у нас на проекте. в Кавказе. Поэтому все возможно, я считаю. С радостью приеду в гости. Ну, если, конечно, встретят по-братски. Нет, по эфирам я не сошелся. По эфирам пытался нормально общаться, просто не более того. В итоге ничего не получилось. Спасибо большое. О, я знаю, кто тебе нравится, Марина из Дагестана. Блин, Марина очень крутая девушка. Она простая, не знаю, крутейший человек. Очень сильная, очень добрая и очень такая, как бы, ну, я не знаю, я таких не встречал. Да, Сартульского района. Мало таких женщин, в общем, на свете. Валера, да, человек-праздник. Человек-проказник. Спасибо большое. Да, она очень красивая. Спасибо, спасибо. Сейчас мне горло сегодня болит. Я люблю голые по улице бегать. А я вижу уже весь Дагестан в курсе моего знакомства с этой девушкой. Алене, Алене, Доминике, привет. В Украине? Нет, никогда не был. Скажи, Бару, что он классный мужик, обязательно передам. Ну, главное, не русская. Слушайте, мне на самом деле не важна нация, мне не важен язык. Важно, чтобы человек был хороший. Я братья не против. Ну, этого я не знаю, если честно. Там братья такие сердитые достаточно на них. Но это уже совсем другая история. Во всех курсе очень злой на Марине у нас в Дагестане не привыка такого. А что на нее злится? Марина ничего плохого не сделала. На самом деле она очень достойно себя вела и все очень здесь ее любят и уважают. Очень чистый и правильный человек на самом деле. Ни разу ничего плохого никто не видел от нее. Ни разу. Нет, на проект она не придет, потому что не позволит, скажем так, вера, не позволит обычаи, традиции. Там не принято подобных вещей. Потому что Каопарка видит конкурс «Вабельмиллион». Даже представить себе не могу. Я на самом деле ей пытался помочь и с некоторыми людьми познакомился. На самом деле вполне себе адекватные и хорошие люди, чем их тут обрисовывают. Мы можем следить в интернете час в сутки. Какие девушки внешне нравятся тебе? На самом деле мне нравятся ухоженные. Ухоженные, без лишнего веса. Если она придет ему на штуку, прибьет ее просто. Я понимаю, поэтому она не придет никогда на дом 2. даже я этого не позволю. Потому что я прекрасно знаю последствия. Что я пропустила? Да, ты ничего не пропустила на самом деле. Жизнь идет своим чередом. Такие мои любимые духи. Савейдж Диоровский. Кто-то по образованию. У меня два высших образования. Педагогическое и экономическое. Уйдешь ради нее с проекта. Я думаю, что почему бы и нет, но для начала у меня здесь есть невыполненная миссия. Такая не советует фразу про жизнь, которая тебя подбадривает. Нет, руки не устали держать телефон. Гуччи. Нормально отношусь. Как это значит, к сделанным накачанным к бамамам. Никак не отношусь. Что есть, что нет. Я считаю, что если человек может себя как-то модернизировать, если он может себя как-то улучшать, то почему бы и нет. Я думаю, что совершенству нет предела. Главное, чтобы перебора не было. Но дело твоей девушки, какая она. Я все-таки склоняюсь к тому, чтобы она была верной. Это о ком ты ради кого уйдешь. Вообще, если честно, я не очень хочу эту тему обсуждать, потому что могут быть проблемы у этого человека. Поэтому лучше лишний раз не базарить лишнего. Ты когда-нибудь поднял руку на девушку? Ну так вот, чтобы прямо бить? Нет. Мог там удержать, мог там толкнуть на кровать, например. Но прям вот бить, чтобы не бил. Привет, одноклассник. Ты мне помнишь? Ты представься. Привет, Вологда. Любимая. Музыкой занимаюсь с шести лет. Отвечай мне ответить Лере позже. Почему от девушки требуешь верность и сам дать не можешь? Могу. Я могу дать верность, если я понимаю, что с этим человеком я пойду до конца жизни. Вот. Ты из них не изменял отрезки, что ведь не только на проекте, а вообще. Да, у меня было такое в жизни. Вконтакте почти не сижу на самом деле. Там миллион непричинных сообщений и у меня все зависает, когда я туда захожу. На каких инструментах обучение проходил? Ну, в фортепиано, профессионально на гитаре играю на барабанах. Да много на чем. Я давно очень занимаюсь музыкой, пишу и композитор. Вот. Да, вы можете писать в директ, но не факт, что я отвечу, потому что очень много сообщений. Я не улыбаюсь, потому что ничего веселого не происходит. Я, в основном, всегда серьезен. Здрасте, дружно, пишу Женя. Познаком Леру с Захаром. Блин, я не буду никого ни с кем знакомить. Люди взрослые самостоятельные сами познакомятся. Я не нанимался сводником работать. Спасибо. Ну, что тут Дагестан-то уже ушел? Спасибо. Я, может, тогда с Валерой возьми и познакомься. А с девушкой старше на 15 лет. Возраст для меня это всего лишь цифра. Сон занимаюсь. Сон занимаюсь. Женя Жакулин, а не получается, здесь вон у меня спать. Не могу оторваться от твоих эфиров. Прости меня. Прости меня, пожалуйста. О, Дагестан. Будешь нашим с тобой сводником, наймешься. Можно попробовать. Нет, ты так не шути с Дагестаном, шутки плохи. Спасибо. Пошли на Гути на концерт 29-го. Да нет, я лучше на какой-нибудь, не знаю, там, металлику схожу. В общем, на что-нибудь такое мощное. А на Гути на я могу бабушку свою отправить. Индивили сейчас и что делать. Я даже не представляю. Скорее всего, сидит на кухне и копается в своем телефоне. Не знаю, что делает. Я на поляне. Сорок плюс? Нет, у меня такого опыта не было. На Майданово. На Майданово. Хорошо, согласен. На Майданово можно. Это весело не то, что в эфире тебя показывают. Ну, блин, там показывают процентов, наверное, 5 из всей моей жизни на Доме-2. Покажи всех, кто очень занят. Сейчас покажу. Валерий Болеменкранц. Ой, что-то он размазался. Ходит голый в трусах. Вот. Туда-сюда ходит. Валерий Болеменкранц. Внешне похоже, особенно глаза. Да поливать вообще, если честно. Я не могу разглашать секреты рекламных денег. Передаю Валеришке привет от Валеришки. Он в наушниках ходит, он ни черта не услышит. что-то в глаз попало агутин норм, танцуем под сиреневую луну ну, танцуйте сегодня без волшатой бабайки сегодня сроки нету на проекте никому нет симпатии скоро мой клип будет на TNT Music совсем скоро вот так есть ВКонтакте музыка но там у меня разные проекты, разные названия лучше на бутырку, вот на бутырку я бы сходил те глаза, как у меня а то мы еще посмотрим на ответственный вопрос, как с вами недоступными знакомиться это так же, как и со всеми, лишь бы время было пообщаться в Кишинев не хочешь приехать никогда над этим не задумывался чем занимаешься в свободное время читаю книги, играю музыку у меня нет почти свободного времени у меня всегда есть что делать агутин, аэропорты нравятся песни да, я пою почему сам не хочешь на отбор людей, на кассе вырублю себе девушку ну, не знаю что-то как-то даже не задумывался над этим ты сейчас в сольную уходишь? да, ухожу в сольную скажи, какого ты там торчишь весна, время тусить по городам колесить да, я бы с радостью да хрен меня кто выпустит я пытался на следующей неделе вырваться в Санкт-Петербург ни хрена меня сегодня не отпустили я нужен здесь на площадке свободного времени у меня практически не бывает блин, бесит реально, как в тюрьме находишься вот это меня реально вымораживает я уже очень давно не был на выходных не отдыхал каждый день съемки с утра рано поднимают потом ложусь я вообще под утро потому что не могу ночью уснуть ни хрена не высыпаешься на выходные не отпускают короче, вешалка полнейшая на самом деле мне как лупят брянскую нам платят за эфиры? я не могу разглашать эту информацию какая твоя любимая книга? посоветуй что-нибудь мне нравится просто Покалипсис Вселенная Метро сборник книг Вселенная Метро а также Метро 2033, Метро 2034 и Метро 2035 Дмитрия Глуховского трилогия привет, ты раньше в группе играл? да, играл, у меня было много групп ребят, смотрите эфиры касаемо Гриценко и прочего сколько всего пускаешь? я понимаю, жизнь мимо проходит но у меня здесь своя миссия в Санкт-Петербург вот не знаю, когда, если честно я очень хотел в следующей неделе но меня не отпускают спасибо, пишите в директ как тебе, Якуб? хорошая девочка очень добрая и красивая Юльчик, привет если помнишь, давно поступил к достойчивым мужчинам молодец, а, это когда я с Шабарином подрялся два раза подряд да, было дело мне на самом деле очень трудно вывести на драку я стараюсь этого не делать нужно очень много делов наворотить и вылететь с проекта с этим у нас очень строго очень жаль, что на проекте я думаю, много достойных девушек просто не пойдут туда так все пусы выпустить можно согласен, на самом деле очень редко приходят прям хорошие девочки привет мне здесь такое качество связи отвратительное я вижу себя в квадратиках что тебя натолкнуло на мысль прийти на Дом 2 не знаю, мой авантюризм, наверное да, я с радостью бы приехал но пока что не имею такого возможности Алиса, привет Ализочка, блин, нифига себе очень рад тебя видеть я, кстати, насчет твоей подруги я закинул удочку но пока что ответы мне не дали Алиса, ты можешь по-русски писать надо жалобы, ну, кстати, лифтушмоп устроить за тебя, агитируясь что от на волю выпустили я предлагаю вам прийти к Дому 2 с транспарантами и орать у ворот когда, может быть, выпустят А Брянская со своим матчем что-то ругается ну, честно говоря, я думаю, что нет этой пары будущего учитывая та трешня, которая и происходит спасибо, блин, кажется спасибо большое извините за качество интернета как там вообще коллектив с женщин? Алиса, почему я говнюк? сучка сучечка блин, капец, ты представляешь, Алис я на этой неделе не приеду меня не отпускают я, конечно, еще завтра буду этот вопрос мониторить но пока что плохо все с этим потому что половина народа с поляна сваливает а я так хотел увидеться с всеми вами и с тобой в частности кстати, Алиса, что ты обзываешься сама ты говнюк привет, привет, спасибо большое тройничок актуален тройничок всегда актуален нет, Алиса, не говнюк только иногда так-то парень нормальный я не высыпаюсь блин, капец вы даже себе представить не можете я днем так хочу спать и, короче, а ночью уснуть не могу сучечка моя Алиса, тебе придется доказать что я твоя сучечка при встрече шучу или нет за сколько на проекте 9,5 месяцев да, у меня два вышка в разывании совершенно беспонтовая тема я хочу в Питер Алиса ты не представляешь как у меня уже крыша едет от всего этого мне срочно нужно отдохнуть ты вот только обещаешь и ничего не показываешь вот сколько раз ты мне говорила что что-то там покажешь а в итоге только сисечки дала потрогать блин, Алиска я очень постараюсь вырваться я прям постараюсь сделать все для этого слушай, у тебя же вроде парень есть кто-то там у тебя в сторисах вот этот чувак был непонятный О, Елизавета здесь нифига себе какие люди просто привет из прошлого ошибка молодости какие люди и без охраны учился на педагога и на этого менеджера менеджмента управления предприятиями короче, эконом экономический факт где ваше псо? что-то Валера там пиздит с кем-то что же привлекать было к такой жизни везде камеры сначала да слава богу, что ты не моя ошибка да, ты права слава богу, что ты не моя ошибка блин, зависла на твоем эфире забыла про готовку все сгорело к чертям хорошо, мы сходим как-нибудь поужинаем блин, да че с него в глаз все падает с потолка что-то надо мной, кстати, черно живет возможно, она делает зарядку лучше бы ВК-дакейк играл да нифига не лучше скоро у меня будет проект где буду только я и я стану мега-звездой супер-стар не, авокадо-кейк очень люблю скучаю по ребятам иди помоги брянской, там они дерутся но если бы я мог отмотать время назад я бы помог они, кстати, крутые в отличие от тебя вообще-то авокадо-кейк создавали я и Паша мы вдвоем создали этот проект если бы ты знала об этом я до сих пор их поддерживаю кстати, в фоксе нет ничего плохого если она качественная что за стереотипы вообще типа я там металлист или типа я там панк это все-все остальное дерьмо нет, у меня не линза моему сыну семь лет ну теперь где ты, где Паша, бородатый парень с божественным голосом поверь мне где буду я скоро ты даже представить себе не можешь а Паша до сих пор сидит в Вологде достал меня, я его зазывал сюда мы хотели вместе проект делать но до сих пор сидит, блин, в Вологде хотя он мог бы уже давно быть на большой сцене дурак упускает свои возможности я сходим не получится с Америки ого-го очень хочу побывать в Америке покататься по штатам а в угоду публике я научился комбинировать я везде стараюсь извлекать свои плюсы я двадцать восемь в Томске нет, не было никогда в Крым я бы, кстати, слетал ваше здоровье ваше здоровье ваше здоровье нет, не цепляет я все про себя знаю и мои близкие люди все про меня знают и мне этого достаточно я всегда слушаю музыку, когда есть возможность ты куришь? эээ, да айкос на каком улице это жил в Вологде ой, слушай сначала на Мешкольской потом на Некрасовском переулке а потом блин, как же называлось улице офигеть, я забыл в Вологодской улице а, Лаврово Лаврово 10 ты не ощущаешь, что ты продался? нет, я не ощущаю, что я продался я скажу так, что в принципе а вот если задуматься, все люди продаются потому что все люди нацелены зарабатывать деньги и они пляшут под чью-то дудку в этом нет ничего такого деньги помогают нам жить без денег нам никуда поэтому приходится в жизни делать какие-то вещи ради денег я никого не предавал и ничего плохого не сделал поэтому я не считаю, что я продался вот, а с чего ты взяла, Лиза что я продался? вот, расскажи-ка мне что вообще в твоем понимании продался? я вполне себе свободный человек меня никто не купил я могу улететь в любую точку планеты, например могу делать все, что захочу просто сейчас у меня есть определенная работа я получал за нее деньги сейчас в коллективы в эфиры входишь будешь ли каждый день выходить так же? я буду входить по возможности на самом деле у меня всегда бывает настроение у меня всегда бывает возможность мне не все придутся кто-то остается уверен если ты собственным принципом встает выше а с чего ты взяла, что я свои принципы ставлю ниже денег? ты даже не представляешь насколько я принципиальный человек если я что-то не хочу делать и ни за что этого не сделаю мне свою честь я однозначно терять не буду у меня такие контракты исключают чистое рабство Лиза, вот что ты знаешь про Дом-2 а про контракты? ты заключала контракт с Домом-2? нет, не заключала ты ни черта про это не знаешь а сидишь и комментируешь меня больше всего как бы вымораживают такие люди которые совершенно не шарят в какой-то теме но пытаются высказываться с Юлей мы действительно расстались я конечно понимаю, Лиза, что у тебя трудности в жизни возникли какие-то и ты обижена на жизнь и ты сейчас пытаешься как-то унизить меня пытаясь при этом возвысить себя какая-то там вся в чести и не продалась но поверь мне ты совершенно ничего не знаешь про мою жизнь а я вопроса про Аленку не видел поэтому извини, что проигнорировал на Дом-2 интересно, да так ты мне расскажи я ничего не знаю ну ты спрашивай прежде чем обвинять что я продался ты лучше задай вопросы которые тебя интересуют я тебе на них отвечу в чем проблема просто кто-то создает реалити-шоу да, мы актеры реалити-шоу несмотря на то что мы снимаем здесь шоу про жизнь мы показываем людям со стороны как они живут да, я с Лизой просто очень хорошо знаком когда-то еще очень недавно когда я жил в Вологде она ходила на мои концерты когда мы поселили в одном клубе у нас всегда были контры отвечу начали свою живопись в ней ну, классно мне нравится спасибо ты когда-нибудь воровал? конечно, приходилось я помню, мы ходили в школе постоянно в магазин с пиратскими дисками и там дырили пиратские DVD диски с фильмами где-то на одном диске могло быть там, не знаю, по 15 фильмов где-то людей которые говорят о том о чем не знают ты тут же о моей жизни рассуждаешь я лишь рассуждаю о том, что я знаю, Лиза я когда-то у тебя спрашивал, ты мне отвечала я опираюсь только на факты, которые ты мне говорила и началась вопрос, если ты не забыл а я не знаю, я не помню, что ты там спрашивал мяу, как ты там блин, афигеть, какие люди алекс, а привет я хорошо очень даже хорошо наверное знаешь, у тебя есть проблема меня не отпускает блин к вам в Питер, понимаешь это вообще просто проблемища я попытаюсь, конечно, за завтра решить но пока что прогноз не очень хороший блин я вообще всегда тебя любил я не знаю, что за концерт за контры ага а помнишь, мы как туда срались в комментариях блин это было что-то с чем-то мы просто друг друга ненавидели спасибо а причем ты им поддралась еще сраться с моей женой и моя жена тоже тебя ненавидела не знаю, завидует мне Лиза или нет Лиза просто очень истеричная девочка которая постоянно любит конфликтовать вот я тебя запомнил постоянно конфликтующий чуть что не так ты сразу вступаешь в конфликт короче, расслабься и быть проще а то бесишь нереально уже как всегда спасибо вообще девка хорошая, кстати Олег, а вот в таком смысле у нас тут, блин, тюрьма какая-то я завтра буду этот вопрос выяснять тогда нам придется приехать к тебе и я с радостью вас встречу я очень, по-моему, соскучился ты даже представься, не можешь как я уже настроился лететь все, я уже чуть ли не вещи собрал подготовил почву и нифига, блин так вот меня обломали потому что на следующей неделе половины людей не будет на поляне кто куда улетит и, короче, у них давно запланированы были поездки поэтому если еще я улечу, то вообще никого не будет спасибо большое спасибо, да, у меня свои позиции по позициям то я свою жене для верности давал ну, я был сценическим человеком, да, в принципе, я понимаю, ей было не просто со мной алекса, блин не сыплюсь с вами на рану честно я я очень сильно сегодня расстроился черт возьми сказали телефоны сдавать представляете суки, блять короче короче все я пойду сдавать телефон телефоны сдаем орут мне вот короче, всем пока всех люблю и всех целую обнимаю